Перегон от станции Токсимо до станции Лодья. 20 километров 862 метра. Работа под палящим солнцем в компании сибирских москитов. Непростые условия, но команду студенческого строительного отряда в количестве 18 человек это не останавливает. Ведь сейчас они занимаются отделкой путей и укладывают щебень для второй колеи нового БАМа. Но все это невозможно без контроля опытных строителей. Как я БАМовец не могу построить БАМ-2? Смешно. Студенты, студенты, это наше будущее. Студенты, это наша смена. Лично я готов и моя задача передать им все лучшее, что есть у транспортного строителя. Ребята из Иркутска и Красноярска работают чуть больше недели. Небольшой срок, но уже сейчас проделана колоссальная работа. Перегон от станции Токсимо до станции Лодья единственный, где трудятся подобные студенческие строительные отряды. И нам, как представителям университетского телевидения, было легко общаться с ребятами. Ведь именно эти бойцы работали со студентами Юргу на космодроме Восточный. А сейчас проект Восток, где есть свои тонкости. Здесь работа, конечно, посложнее. Это все-таки отделка, это железная дорога. Чувствую, что я строю будущее, то есть вношу свой вклад в историю строительства Байкало-Амурской магистрали. Для того, чтобы попасть на эту стройку, ребята прошли непростой отбор. Как отмечает бригадир строительного отряда Андрей Зинченко, подобные проекты способствуют взрослению нынешней молодежи. И уже сейчас он мечтает и дальше создавать работу для людей и прогнозирует будущее нового БАМа. Встретится вторая ветка, она предоставит много рабочих мест людям. Как бы, ну и сюда уже люди потянутся, много работы будет здесь. Больше поток пойдет уже поездов. С запада, получается, туда, на границу с Китаем. Этот проект еще долго будет делаться, будет происходить электрификация этой ветки, пути. Ну и в дальнейшем, я думаю, будет все-таки ложиться третья ветка. Потому что развитие идет, как бы, грузы перевозятся, транспорт развивается. Необходима будет третья ветка.